Первая начальная школа появилась в селе Кирово в 1845 году. В 1968 школе пристроили новое двухэтажное здание и спортивный зал с пособными помещениями. Сегодня, в 2015 году, в школе работает 58 учителей. Вместе они занимаются обучением более 300 школьников. При этом педагоги следят не только за успеваемостью детей в классных комнатах, но и за их физическим развитием. Помимо уроков физкультуры, дети могут заниматься спортом, расположенным на территории школы-спортклуба «Кировец». Звание спортивного клуба было присвоено ему в 1965 году. И с тех пор главная его задача – привлечь односельченок к здоровому образу жизни. Многие дети у нас приводят своих родителей на спортивные мероприятия, очень много спортивных традиций, приходят с семьями болеть, участвовать. Но основным, конечно, большим мероприятием у нас считаются школьные олимпийские игры, на которых участвует даже население. В нашей школе 18 мастеров спорта по разным видам спорта и три мастера спорта международного класса, которыми мы очень гордимся. Двойной праздник школа встретила ярко. Гостей на торжественной линейке приветствовали совсем юные пионеры, после чего обучающиеся и гости праздника смогли сами поучаствовать в различных спортивных состязаниях. День рекордов ГТО начался со спортзала. Упражнения на пресс, метание мяча и прыжки на скамье. Дали по списку стрельба, прыжки в длину и перетягивание каната. Участие в установке новых рекордов приняли все, от мала до велика. Познакомиться с юными спортсменами Кировской школы пришли и бывшие ее выпускники, получившие звание мастеров спорта. Раньше мы занимались, спортивного зала этого не было, было две классные комнаты, выкопанный пол углубленный и вот в этом зале мы занимались. Но я занимался велосипедным спортом, поэтому в основном мы катались на улице по нашим сельским дорогам. Главная визитная карточка школы – заинтересованность преподавателей в дальнейшей судьбе их учеников. Здесь не исключение, а правило, когда на вечер встречи выпускников спустя многие годы классы приходят к полным составам. Юлия Пастухова, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.